Мы продолжаем, мы продолжаем и с легким требетом готовимся наблюдать за следующим матчем, где российская пара Игорь Величко и Олег Стояновский поборются за выход в финал московского этапа мировой серии по пляжному волейболу. В соперниках Грозный, Смединш и Самойловс. Ну что нам эти грозные соперники, когда мы знаем, что наши парни способны великолепный волейбол показывать? Александр Аксенов, Татьяна Крачева работают для вас. Еще раз вас приветствуем и напоминаем, что это вторые поединки на сегодня для команд. Да, ну вот погоду показывают, 27 градусов, в общем-то не так уж и жарко для пляжников. На трибунах тоже становится жарче, возвращаются болельщики после игры с участием нашей женской пары. Ну и вот сейчас единственная команда от России, которая продолжает борьбу за медали на этапе мирового тура. Татьяна, какая атмосфера, а? Ну и начало, вот это судейская бригада матча. Судейская бригада, вашему вниманию. Первый это Куан Карлос Саведро из Колумбии. Сюзанна Глори, второй. Человек, который сегодня уже показал. Сначала желтого, а потом две подряд красных карточки. Мужской команде Испании, но они того заслужили. Итак, соперники наши первыми будут выходить на корт. Великолепная команда у Латвии. И, я бы сказала, самая эмоциональная, наверное, Александр Самойлов, конечно. Он любую встречу, любой матч превращает в настоящий праздник. Первый номер это Янис Смейдинс, 31 год, 191 сантиметр рост. У него 130 турниров, а вот у Александра Самойловца, которого в пляжном туре зовут Король Лев, вот это шевелюра, наверное, и такое прозвище ему принесла. 164 турнира, 33 года ему. Ну а теперь наши парни, наши парни. Итак, под первым номером Олег Стояновский. Встречайте этого высоченного парня. Ему всего-то, всего-то 20 с небольшим. А он уже большой молодец, большой профи. Это Игорь Величко. Тоже молодой парень, 95-го года рождения. Регалий массы, мы обязательно их раскроем для вас в очередной раз по ходу нашей трансляции. Сейчас просто наслаждаемся этой атмосферой. Атмосферой, которая здесь, в Москве, в парке имени Горького. Полуфинальный матч с участием российской команды. Единственная российская команда, которая дошла до этой стадии. Да, интересно, что, ну поскольку у нас пара новая, то в таком сочетании они играют первый сезон. Олег Стояновский был бронзовым призером в паре с Максимом Севолапом в прошлом году. А вот у Латвии было четвертое место. Но в этом сезоне у них была победа. Они подобный турнир уже выигрывали в Португалии. Тоже турнир с четырьмя звездами. Это, похоже, попадание в аут. И счет сравнивается 1-1. Латвии, конечно, значительно опытнее. И олимпийский опыт присутствует. Безусловно. Но молодость, задор, уверенность в своих силах. Это все тоже на стороне российской команды. Хотелось добавить, что стены помогают. Но домашний песок, конечно, и вот такая... Бун, она обязательно должна помочь нашим ребятам. Самойлас забивает. Очень серьезный поединок был у команды Латвии сегодня утром. Они, итальянцев, победили. Команда, которая была под первым номером посеяна на турнире Николая Лукова. Браво! Блестящая атака! А вообще вместе сразу потом... Ну, а наши... Кстати, дайбрейк был у тех, а у других. Наши обыграли команду Катора. Да, тоже непростой поединок получился. Но все сложилось. Что сейчас? Это рейс. Это попадание в поле. Не силовая подача, но очень четкий планер. 4-2. Еще туда же. Почти в ту же точку, но мяч за сетку зацепился. Неплохо. Неплохо начинаем. Есть минимальное превосходство. 4-3. Подача сейчас будет у команды из Латвии. Это Смиринш. Смиринш добирался до бронзоолимпийских игр в Лондоне. Кто сейчас не устроил обороны? Это опять претензия в качестве второй передачи. Показывает Александр, что мяч крутился. 5-3. Два очка превосходства имеет российская команда. Видичка, подачу выполнил. Самой Лавс. Хорошая какая атака. Мы прекрасно знаем, как Сталиновский умеет на сетке действовать, как он умеет закрывать атаки. Но надо отметить, что Самой Лавс, конечно, это мастер с большой буквы. У него и стилистика такая немножечко выпендрежная, да, так в кавычках. То есть после хороших, удачных атак, он способен трибуну заводить. Сейчас блок аут. Теперь уже силовая подача. Да, и хороша. Вдвоем сейчас парни златы реагировали. Сейчас Самой Лавс ошибается. 7-4. 7-4. А теперь блок. Вот чуть-чуть повыше решил Александр пробить, пройти в пол. И тут же снес руки, очень классно сбросил Олег Сталиновский. Тут, конечно, такая передача была на сетку наведенная. Здесь у Сталиновского были хорошие шансы эту атаку заблокировать. С его ростом, с его прыжком. Все получилось как надо. 8-4. Классно. Вот это очень важно. Доиграть. Да, теперь Смейдинг остался у сетки. К сожалению, мы свой шанс не использовали. Могло бы быть еще одно очко. И передача была хорошая. Но что-то здесь помешало нашему блокирующему. Обидно. Обидно сейчас. Можно было бы совсем солидное преимущество получить. Но да ладно, три очка это тоже неплохо. Смейдинг будет свою подачу выполнять. Выполнять. Сталиновский. Защита. Ого, какая защита. Но это два касания подряд. Поэтому счет станет 9-5. Вот, кстати, любопытно. Вот парни из катера, которые играли с нашими ребятами в четвертьфинале, они, как правило, подачу выполняли видичком. Прекрасно понимаем, что у сетки справиться со Сталиновским это большая-большая проблема. Вот парни из «Златвии» нет таких сомнений. Они подаются и в Сталиновского в том числе. Посмотрим, как будет их тактика меняться. Тут еще все зависит от качества, от силы подачи. Если человек обладает очень серьезной силовой, то иногда он даже не нацеленный ее подает, а просто рискует. Это атака в сетку. Поднимает 4 пальца вверх. Клианис Мидденш. 9-6. 6-9. Самойловс. Здесь защита есть у команды из «Латвии». Но есть бок. Классно, как руки переносят. Вот очень четко видно, если по сетке смотреть, по проекции. Очень классно держит кисти на стороне соперника наш блокирующий. Сбрасывает классно. Хорошо сейчас прихватил. 10-6. Ну, это, конечно, мастерство. Мяч доведен. Причем это была доводка после силовой подачи. Очень симпатичная атака. Сейчас на подачу с Мидденш. Атаковать будет Стояновский. Высокий мяч. И забивает. Забивает Олег Стояновский. Красивый эпизод. Величко отправляется на место подающего. 11-7. Вот разрыв. 4 очка. На таком уровне, самое главное, не растерять. Потому что соперники очень опасны. И защита. Хорошо в защите. Есть, есть, есть еще момент. Страховка, правда, на сторону соперника. Она вот чуть-чуть поаккуратнее бы оставить мяч. И можно было еще разыграть. Вот самое тяжелое Олег Стояновский сделал. Он успел подстраховать. Он успел и опуститься хорошо. И качественную доводку организовать не получилось. Глазная атака в исполнении Велички. А подачи выполнял Самойлос. Вот наш коллега Алексей Мельников, который большой любитель в том числе и пляжного волейбола, нам всякие любопытные факты подбрасывает. Вот вспомнил, что в 10-м, в 11-м годах в чемпионате России Самойлов участвовал. И партнером были Семенов и Барсук. Ну, согласитесь, это любопытно. А мы добрались до технического. 12-9. Еще в пользу нашей команды. Как-то уже не верится, что 27 градусов. Кажется, что давно больше 30. Но наша коммендаторская позиция начинает потихонечку плавиться. Да, вот сложно представить, как там игроки перемещаются в такой жаре, на таком горячем песке. Это еще и второй матч в день. У девушек уже известен один финалист. Это бразильская команда Агата и Дуда. В чем, что любопытно, Самойлов, участвуя в открытом чемпионате России, выигрывал его с Барсуком и Семеном. Аккуратный. Заканчивается техническая пауза. Возвращаются. Возвращаются одни и другие на площадку. Какой был финал? Как все-таки волнительно. Но дело, когда ты наслаждаешься игрой больших мастеров и просто получаешь удовольствие от высокого уровня. И другой вопрос, когда этот высокий уровень еще и показывает команда из твоей страны. Ошибка. Да, была ошибка на второй передаче. Может быть и не зря. Александр Самойру Скорбитову уже подходил. У нас первый судья из Колумбии. 10-12. Уже не 4 очка. Хороший прием. В исполнении Величко. Сам будет атаковать. Здорово. Как же здорово. Вот другой вы. Выполнил передачу снизу. Но Олег Стояновский не побоялся ошибку допустить. Совершенно спокойно отпасовал. Опять же, вспоминая великолепного Фила Дальхаузера. У того, на моей памяти, вообще не было ошибок при передаче сверху. Высокий успевал выходить и пасовал очень аккуратно. Человек, который носил прозвище «Лифт» за умение резко взлететь над сеткой в абсолютно пермотикулярной земле. Еще один момент. Здесь Самойлов в защите. Браво. На блоке. А это все-таки попадание в площадку. Наши соперники не меняются местами. Если Александр подает, значит, он в защите будет играть. Не забывайте, друзья, в программах на графе выкладывать. Хотя он повыше, да, своего партнера? Ну, вообще, да. Ощутимо. Чаще играет у сетки, но вот тут вот разделили обязанности. Успевает Игорь Величко подняться. Правда, сильной атаки у него не получилось. И надо уже бежать в защиту, но снова вот торопятся наши, наверное, еще тоже сравняться. Какие-то ошибки, конечно, они очень обидные. Ну, может быть, опыта еще не хватает в принятии вот таких решений. Вся площадка открыта, мяч перелетает. Величко. Здесь Самойлов всегда этот мяч не поднимает. Надо. Надо набирать нашим парням очки. И стабильность. Стабильность в этом это, конечно, определяющий момент. Было преимущество в 4. 4 еще пару минут назад. Сейчас практически равенство. Смотрим за подачей. Хорошо. Ну вот класс. Это класс Самойлович. Ну и тут браво, конечно, Янис Меденц, потому что он очень тяжелый мяч доставал. Он возвращал его из-за спины арбитра и так удачно подвесил мяч для атаки. Путь героев или героев фильма Вот как сложно ему было и какую идеальную передачу он выбрал. Сметишь. Хороший прием получился у нас. Очень редко удается нашим атаковать без касания защитника. Тут четкое взаимодействие блока и защиты. 15-14 атаки. Смотрим за подачей Величко. А этот удар более такой обводящий больше. Мне кажется, что Самойлос он вообще практически все умеет в пляжном волейболе. Четвертое место в рейтинге на данный момент у этой команды. А, кстати, надо добавить, что Александр является неизменным участником московского турнира с 2008 года. Каждый год к нам приезжает. Да, между прочим, 10 лет. У российской команды и впервые, наверное, в этом матче россияне уступают. На данный момент 15-16. И верим, что сейчас все изменится в лучшую сторону для наших парней. Каждый год в финале кричеволен мужской. Завтра еще раз напомню с 14.30 с половины третьего стартует игры в розовых матчах партии лава. Финалы 17.00 и 18.15. Поддерживая в армии и в любых способах по всей фотографии вынца оперная. Получаем сзади по окончанию матча. И на закончился тайм-аут российской команды. Еще раз нам напомнили завтрашнее расписание. Завтра матч из-за бронзы начинается в 14.30 сначала сыграют мужчины потом женщины и в таком же порядке без перерыва пройдут золотые поединки. Да, это аут. К сожалению, пауза нам не помогла. Еще на очко дальше противник уходит. ну вот зачем меняться, когда совершенно удачно играют оба на блоке. Просто исключают ребята лишнее перемещение. плюс-3. Плюс-3. Теперь уже сложно поверить, что не так давно счет был в нашу пользу. Браво! Легонечка! По легону! Накат, который не прошел, потому что блок наш высокий здорово сыграл, а вот здесь не хватило скорости переместиться и 19-16 счет уже все ближе к победе. первой партии давайте наших ребят с лисмодами поддержим! Мешай, Игорек, мешай! Давай! Димушка Кузька! Симфу Лотвиа! Димушка Димушка Симфу Лотвиа! Симфу Лотвиа! Очень уверенно, три подряд атаки провел Игорь Гвеличко. И это есть. Классно, как мяч закрутился в линию. В роли зрителя сейчас оставил Олег Стояновский своих соперников. 19-20, но вот можно попытаться еще раз рискнуть. И как ждали долго. Уже практически позволили встать на место подачи Олегу Стояновскому. В последний момент взяли тайм-лайн. Ну что, поглубим, друзья, вместе. Гоу! 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 Здорово. Есть у нас возможность для атаки. Спокойно надо разыграть. Эрисблок 20-20. Аут. Аут. К сожалению, теперь будем принимать, потому что снова сетбол у Латвии. Хорошо. В защите Смейдинш успевает. И сам же в атаке. Ну, как же так. Какая ошибка в этой концовке. И 22-20. Вот в такой упорной борьбе заканчивается первый сет в пользу команды Латвии. Всего одной ставки достаточно, чтобы игра стала реальностью. Когда ставка сделана, азарт разгорается в полную силу. А время измеряется таймами. Стань частью футбольной реальности. И когда твоя ставка сыграет, Винлайн заплатит. Без вариантов. Винлайн заплатит. Я не знал, я у нас есть. Пошел на респекты, браво! О, о, о! Раз, два, три! Ну что же, все готово к началу второй партии. Первый 22-20. 22-20. Уступаем. Уступаем 20-22. Все-таки дуэту из Латвии. И ведь вели. 4 очка было перевеса в нашу пользу. Потом счет сравнялся и как по концовке боролись наши ребята. С подачи Игоря Величко начинает второй сет. Смеденш будет атаковать. Аккуратно укладывает мяч на нашу сторону. Но ничего, ничего. Первая партия показала, что российский дуэт способен на многое. Смеденш. Блок Самойлов. Очень хороший блок. Очень сильные руки сейчас. Руки сейчас Самойлов выставил. 2-0. Вот так вот начинается для нас эта партия. Но в первом сайте отставали и поболее. Кто сейчас? Касание сетки. Фиксирует. Но сетка была мячом. Здесь поторопилась судья из США. Я соглашусь с Александром Самойловсом. Это мяч по сетке скользнул. У него касания не было. Но орбитрам тоже тяжело на таком солнце. Второй матч. Конечно. Если есть шанс для защиты, надо играть. Величко. Тяжеловато здесь с места практически прыгать. Как уже загоняли нашего защитника по углам площадки. Приходится от линии к линии перемещаться. А это сделать непросто. 3-1 в пользу латвийской пары. Ничего себе. Чуть даже такой отскок не достал Самойловс. Ведь его отскок от сетки вообще очень трудно просчитать. А он уже начал движение именно в ту зону, где мяч приземлился. Читают, читают. Высокая атака. Но, к сожалению, для нас касание блока ушло в аут. Поэтому 4-2. Смиренный. Вот шанс для стояновского в атаке себя проявить. Еще одна классная защита здесь. Попытка найти пустое место на нашей стороне. А это блок. Суперлок. А вот в начале этого сета на блоке. На блоке Латвия смотрится здорово. И очки таким образом набирает только Самойловс. Совсем близко было к сетке. И здесь, по большому счету, Игорь Величко просто некуда было деваться. Надеяться на удачные отскопки, на страховку. Не слаживается. Вот здесь красота. Игорь Величко. Доварищ друзья, все-таки в поддержке надо. Против 5. Против 5. 3-5. С длинновским подача. Хорошо. Траектория очень неприятная для соперника. Есть шанс. Доигровочный мяч. Показал блок Самойловс, но не поверил этой имитации Игорь Величко. 4-5. Приближаемся. Правда, факт, что Стояновский на подаче. И опять он по-разному подает. Вот теперь ошибся. Но меняет. То силовую подачу, то планирующую. И выигрывал сегодня. И так, и так. Ну, можно, да, обратить внимание, что Стояновского и Соловая в концовке партии. Очень-таки партии. Очень здорово. Видите? Да. Критический момент. То, что приходится догонять. 5-6. Пятая школа зарабатывает Игорь Величко. Очень хорошие атаки у нашего защитника проходят в первую зону. Очень много он забивает в линии. А здесь великолепная передача после приема. Получает Игорь Олег Стояновский. Равный счет. 6-6. Шансов просто ноль. Такой мяч достать. Величко. А это уходил Соловая сейчас от блока такого мощного, массивного. И ушел в аут. Нет, он просто хотел бы резюбить руки блокирующего. Быть может. Да, да. Он играл по рукам. По рукам не попал. Еще одна попытка Александра. На этот раз удачная. 7-7. Да, равный счет. 7-7. Мы далеко нам уйти не дали. Смена сторон будет при равном. Ну, когда играешь с такими оппонентами, как вот эта команда из Латвии, тут, в общем, наверное, вряд ли раз задумываешься о каком-то солидном превосходстве. Тут самое важное. Это самое важное. Быть где-то рядышком, да? И в нужный момент рывочек совершить. Поднимают такие мячи. Просто невероятное что-то. Нет, мяч не перелетит, конечно. Это уже четвертое касание было бы. Так поглядывает уже в сторону команды Латвии главный судья. И главный судья. Уже, по-моему, предупреждал он их за реакцию. Ну, эмоциональные парни. Укороченная подача. Нет, такие мячи, конечно, не поднимаются. 9-8. Такая качельная сейчас игра. То одна команда впереди, то другая. Очень интересно, конечно, за всем этим наблюдать. Полуфинал. С участием Стояновского и Величко. Работает блок. Правда, страховщик есть. Не пропустил в первую зону. Вот шанс. Надо обязательно забить. И Тигр Величко в атаке. Идеальное попадание. 10-8. Вот вроде бы несложная подача. И прямо в руки Александру. Но не справился он с ней. Так близко к сетке давил мяч, что не было возможности выполнить передачу. Без ошибки еще касание сетки было у Яниса. Латвия берет тайм-аут. Да. Три очка. Превосходство. Но в первой партии у российской команды было и четыре. Латвийцевы только все равно выиграли. Вот эти вот все промежуточные какие-то успехи на это обращать внимание не стоит. Латвия берет тайм-аут. Субтитры делал DimaTorzok Отрадный факт, правда, Татьяна, что не только у Стуиновского подача здорово летит, но и величка стала сложность какие-то сдавать. Вот и сейчас. Ах, все Игорь чувствовал. Для того, чтобы соперника такого уровня победить, нужно играть вдвоем. Тут усилий одного волейболиста никак не хватит. Да, безусловно. Нужно, чтобы все летело у двоих и на сетке, чтобы игра шла и в защите тоже. Классный, классный такой удар. 12-9. Будет технический. Снова плюс 3. Возвращает себе перевес 3 очка наши ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот теперь у вас антонисменты, друзья, СССР! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ну, располагаясь на нашей комментаторской позиции, ощущение, что мы уже где-то на сковородочке, огонь становится все сильнее и сильнее, не покидает. Представляете, какого спортсмена в такой обстановке, они, конечно, к этому привыкли, но все равно это нагрузка. Серьезнейшее в такую жару играть. Двенадцать девять. Здорово, здорово, Стояновский, Олег, браво! Как вовремя, как вовремя руки перенес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саморус в атаке сейчас что-нибудь придумает, еще хитрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо защиту демонстрируют наши соперники. И ошибаются, Янис Медиш. Мяч в степку не переходит. 14-9. Это уже очень прилично. Да, и сразу вспоминаю, сражения мелочей не бывает, да? Какой-то нюанс. Аняч перекатился, и все. Очкова российской команды. 14-9. Плюс 5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороша подача. Дождался Янис отскока от сетки, потом выполнил вторую передачу. Но расслабляться рано. Вот 4 очка преимущества мы увидели в прошлой партии. Да, да. Как счет сравнялся. В первую партию. 22-20. Ну вот есть, да, какая-то тоже направленность тактическая у нашей команды. Это подача в Самойловс. Не всегда Александр справляется. Классно. Классно, Игорь Величко. Еще не удается перебросить наш блок. 16-10. Плюс 6. А тайм-аут уже был у Латвы. Вот что тоже важно отметить. Ну и нашей команде сейчас и не надо останавливаться. Ники паузы ни к чему. Выбитый прием. Еще один блок. 17-10. Все, сетку закрывает сейчас Олег Стариновский. Никак не удается забить. Да, ну и подача, конечно, должна держаться. Сложная в зону она направляется в правильную. И переходим мы при счете 11-17. Сейчас сменюш будет подавать. Да, Александру недовеселие сейчас. Да, да. Уж не достаточно там жестко он высказывает Янису. Ну порой такие локальные конфликты, они тоже помогают. Наверное, это рабочий разговор. Просто прекрасно понимают эти ребята, что играют они сейчас немного ниже своего уровня. Но для них это непривычная ситуация. Ну а нам-то главное, что 18-11 уже, да еще и на подачу Олега Стариновский. Побыстрее туда, в перерыв, чтобы сил побольше осталось на третий сет. До которого еще надо доиграть. Это правда. Защита. Величко будет вершать. Самойлаз готов. А здесь блок. А здесь готов Стариновский к этой атаке. 19-11. Потихонечку, шаг за шагом, но завершает. Эта партия, российские парни, в свою пользу. Преимущество солидное. Как-то не верится, что здесь может что-то произойти. Вдруг катастрофическое для нашей команды. Но, конечно, предельная концентрация. Это очень важно. Сейчас аут. Ну ничего. Подача Стариновского нам еще понадобится. Как, впрочем, и подача Величко. Самойлаз. Ну вот на силу предпочитает каждый раз атаковать Игоря Величко. Правда, было несколько обманов высоких. Но в основном вот такие силовые удары. И все это проходит. Молодец. Несложная была подача, но, наверное, больше на сохранение сейчас рассчитывал Игоря Величко. Забавно. Такой нечасто увидишь. Представляешь? В такой момент, когда идет битва за финал, вот такие трюки. Может быть, пытается нам сейчас показать Янис Меден, что все спокойно в его команде. И, конечно, это был последний мяч. В любом случае, наши боевые забили. И этот сет остался за российским дуэтом. Ну вот, такая небольшая, большая, яркая точка, которая говорит о спокойном настроении команды Латвии. Да, 1-1. Ждем третьей партии и верим в наших парней. Ну, я решила тебе вопрос. Ну, где же ты была раньше? Да, безбольше и дальше, но больше. Ты за промоком. Пропустили дальше. Пропустили дальше. Пропустили дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три. Во! 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 Раз, два, три. Ну что же, дорогие друзья, все готово к продолжению этого матча, полуфинального матча с участием российской пары Стояновский-Величко. В соперниках ребята из Латвии, Смеденш Самойлов и те и другие великолепно, великолепно друг друга знают. Ну а мы с надеждой, с надеждой ждем этого третьего сета и с надеждой ждем финала с нашей командой. Классный блок, начинается таймбрейк и сразу же так красиво играют наши. В общем, выиграть у команды Самойлов Сейс Меденша со счетом 21-12. Все, забыли, забыли. И еще один блок. Еще один блок, причем сбросил руки Олег. Вообще не дает пройти сейчас Александру и Самойлову. Идут какие-то переговоры наши соперники. Где он подсказывает, Янис Меденш, как нужно пройти или, может быть, на сразу будет играть. Нет, с такого приема атаковать невозможно. Тут оставили без блока. Сработало. Далековато, далековато. Забиваем. Классный. 3-0. 3-0. Здорово начинаем. Не расслабляться, не расслабляться. Тайм-аут у Латвии. Туза, тайм-аут, команда Латвии. Да, вот два очка на блоке наши набрали и одна скидка. Не соперник подарил, сами выиграли. Да, да. Ну и трибуны молодцы. Молодцы, скандирует. При такой поддержке, конечно. Крылья вырастают наверняка. Татьяна, вам ли не знать? Да, ну вот как раз на это обращали внимание наши пляжники, наши сборники. Поскольку уж в парке Горького турнир проводится, то, конечно, ждали людей на трибунах. Так оно и случилось. Болельщики пришли. Главное, чтобы результат был у нас. Конечно, попадание в полуфинал такого крупного турнира. А четыре звезды – это почти самый-самый дорогой турнир в нынешнем бляжном волейболе. Ну и не надо забывать, что менее чем через неделю уже финал мирового тура в Дамбурге. Да. Аут. Было касание. У защитникова нашего было касание. Первое очко у Ладвия набирает после перерыва. Очень жаль, потому что чувствовали, ребята, россияне, что будет аут. И за этот шанс тоже хватались. Пока нет. Один-три. Сейчас свой съем надо обязательно держать. Обязательно реализовывать вот эти атаки. Поднимается мидинж. А что здесь? Как жаль. Вот два раза мы ошибаемся сами, когда соперник допускает ошибку. Просто мы делаем это раньше, поэтому орбитры уже отдают. Мяч-то ведь летел в аут далеко. Да. Два-три. А могло быть 4-1. Два касания абсолютно ненужных и два проигранных мяча. Есть прием. Передача такая наведенная на сетку. Ну здорово за счет роста Стояновский. Вот когда преимущество, да? Александр Самойлов даже лишний раз не выкрыгивает. Вот он прекрасно понимает, что там не дотянуться, не допрыгнуть. Он просто остается уже страховать, а может быть ждать какой-то ошибки вот так касания сеток. С той стороны помоложе, повыше. С меддинж, конечно, так похитрее, наверное, да, сейчас действует, нежели Александр Самойловс. Но вот сейчас, кстати говоря, подача-то полетела с меддинж. Но при выполнении силовой не всегда, да, можно направление 100% выдержать. Это вообще очень сложно. Остается мяч в игре, в ауте сейчас. Нет, все-таки, да, зафиксировал попадание в ленту. Возможно, и касание сетки было. Да, да, самое... Это было поле. Поле, да? Самое-самое уголовное. Обидно, обидно, потому что вроде бы Юличка контролировал. Ну да ладно. 4-4, при 0-3 противник играл тайм-аут. Это попадание. Это попадание 5-4. Надо опять уходить в отрыв. Сейчас уверен, что подача прилетит у Александра Самойловса. Это направление получше работает. Работает блок. Есть страховка. Ух, как, ух, как сметен, что сейчас, а? Передавил. Такого мощного парня, как Олег Станиновский. Так часто команда в Латвии разговаривает с арбитрами. Вероятно, у них, конечно, больше опыта. Они больше таких моментов читают, наверное. Ну, пока просто не претензии, просто переговоры. Здорово. Игорь Величко. Схема примерно одинаковая. У соперника принимает и атакует Александр Самойловс, а у нас Игорь Величко. Подача. Это то, что должно, конечно, нас выручать. Сейчас выбитый прием. Есть шанс. Здорово, здорово. Защитник наш действует. И теперь на сетке надо успевать. Да. От блок обаут. Блокаут. Блокаут. Это Игорь Величко. Какие трудовые мячи мы сейчас с вами наблюдаем. Какие сложные розыгрыши. Семь-пять. Как-то жара ушла. Само по себе жарко. Да, но легче становится, когда наши в счете ведут. Хорошо. Хорошо здесь разобрались. Еще. Еще одно очко. И так Александр Самойловс не может сейчас понять, ну почему же с мейджей не пошел. Да, на своего партнера. Сколько мог сделать в этом направлении. Но мяч долго и высоко уходил. Вот. Восемь-пять. Опять плюс три. А что это было? Это было аут. Показывают судьи. И теперь точно первый судья пойдет смотреть. А где там теперь найти касание? Ага. Похоже попал немножко. Вот вижу я это. Такую мятину в диске. Да. Самое самое лучшее. Да, все правильно. Да, да. Было касание ленты, а это попадание. В такой момент очень хочется, да, желаемое за действительное. Но вот сейчас было видно, да. Скорее всего попадание. На тоненьком. Но ничего, продолжаем. 6-8. Свои атаки главное организовывать и реализовывать. Все в руках российских парней. В сетку. Да, этот удар в сетку. Без касания блока. И опять счет почти сравнялся. 7-8. Как же быстро набираются очки у нашего противника. Забивает Игорь Величко. Важнейшее очко. Не подпускать. 9-7. Конечно, вот сюда для молодых парней. Вот такая проверка. Когда вообще ни на секунду нельзя расслабиться. Конечно, я уже многое видела. Нет, побежать, да. Нет, все еще не поднять этот мяч. Ну что ж, выходим на финишный отрезок. Борьба за попадание в финал. Завтра всего лишь одна игра. По два матча соперники проводят. А некоторые и по три. Да. Команда из Бразилии. Сегодня третий поединок. Ну не клайт режим, они по два сета проводят. Здесь люди за два матча такое же количество партий провели и проводят. А вот это еще одно очко в пользу российского дуэта. И уже тайм-аут использован. Команда из Латвии. Три очка превосходства нашей команды. Укороченная партия до 15. Обидно, обидно, обидно. Ну ничего, для тайм-брейка и два очка, конечно, на вес золота. Два очка преимущества. Сейчас самое главное это съем. Прием и моментальная организация атаки. Сейчас очень многое, зависит от величка. Второй номер команды Латвии должен подавать. Подсказывают арбитры. Александр Самойлас. Успел Олег Стояновский. Ну вот, доигровка одна реализуемая. Прием, прием, прием. Прием атака. 11-10. Ничего еще не решено в этом полуфинале. Можно сказать, что все только начинается. Вот при таком результате. Очень важная атака для нас. Нет, мы не забиваем с первой попытки, но зато закрываем. Снова закрываем все небо. Какая же красивая игра, правда? Какая драматургия сегодня вот в этом полуфинале. Для нас особенно. Нет, здесь Самойлас прорывается. Каждую вторую атаку Самойласа закрыть блоком, это что-то из разряда фантастики. Предыдущую партию и концовку не вспоминаем. Там руки у Латвии сутки опустились в какой-то момент. 12-11 в пользу нашей команды. Сусмидинж. Пушечка будет атаковать. Забивает. Браво. Классно. Это 13-е очко. И всего лишь два мяча отделяют команду России от финала. Домашнего этапа мирового тура. Россия! 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 Что здесь? Это было поле. Поверил и лично, что будет аут, но нет. 12-13. Ну там, наверное, реагировать все-таки было достаточно тяжело, да? Хотя мог. Мог располагался в этой зоне. Александр Самойловс. Король лев? Ну так его называют. На свои короли. Что-то чуть-чуть. Нет. Все-таки счет сравнивается. Да. 13-13. Вот эти ошибки в концовке. И как дорого они стоят. Как дорого они стоят. Латвия продолжает бороться. Опытнейшая команда, которая многое повидала. Есть прием, есть и передача. Хорошая. Надо забивать и делать это, Игорь. А это ведь уже матч-бол. Надо вставать, да, надо вставать. Призывают на трибунах. Это матч-бол только на ногах. За наших парней поболеть. Самойловс. Есть шанс. Ну как же неаккуратно-то на сторону соперника. И мяч отдаем. Вот еще одна попытка будет. Ну как же так, а? Неудачный эпизод, конечно, в исполнении Игоря Величко. И с защитой. Как-то не повезло с отскоком. И с атакой тоже. Первый матч-бол мы не забили. Но продолжаем бороться. 14-14. Да. Летимся с Аболом. Два шанса дали нашей команде. 14-14. Организовать брейковый мяч не получилось. Детя поднимается, как неволами для нашей команды. Нет, страховки теперь уже матч-бол у Латвии. 15-14. Тайм-аут у наших есть. И вот сейчас берут паузу российские волейболисты. Дома команда в России. Пряжение невероятное. Господа, что касается завтрашней программы, то помимо непосредственно волейбола, еще раз напомню, игры 14-30, 15-45, 17-00, 18-15. Пождет концерт шоу-парабайщика. Призы, розыгрыши, подарки. Яркая, феерическая, я бы сказал, церемония награждения по итогам пустого финала. Так что завтра будет настоящий праздник. Здесь, в парке Гольково, на нашем саде Ларина. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну что же, все тайм-ауты использованы. Счет в пользу Латвии. Минимальное превосходство. 15-14. У нашей команды уже нет никаких возможностей для собственных ошибок. Нужно реализовывать. Атаковать. Браво. Браво, Игорь Величко. Ситуация была очень непростой. Там и Самойлов взлетал своим блоком, закрывая эту атаку. 15-15. Но самое главное, что Игорь после неудачного эпизода смог собраться. И тайм-аут вовремя наши взяли. 15-15. Стал слабую выполнять. Тут уже не до риска. Тут надо какими-то элементами выигрывать. Второй матч был у Латвии. 16-15. Очень аккуратно. Еще одна атака российской команды. Олег Стояновский. Забивает Олег. Больше бы таких возможностей чаще бы ему атаковать. Конечно, напрыгался уже и набегался Игорь Величко. А вот тут у нас огромный запас на сет. Ну и соперники специально вынуждают нас, конечно. Они наши сильные стороны закрывают таким образом. 16-16. Вот он шанс. Есть возможность атаковать. Браво. Игорь Величко возвращает нашей команде матчбол. Браво, парни. Игорь, Олег. Слушайте, на какой матч, а. Я смотрю на лица людей на трибунах. Как им тяжело сейчас. В душе особенно. И блок нужен, нет. Пробивается. Самойловс. Ведь рисковал. Здорово сейчас Александр провел эту атаку. Давайте поаплазируем команду, уважаемые валищики. 17-17. Держи. Прием. Отличный. Есть. 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 Атака Игоря Величко, позволяющая опять уйти вперед. Очередной матчбол у российской команды. 18-17. Бойки. Или даже четвертый. Поднимаются люди с удовольствием. Конечно, болельщики встают со своих мест для того, чтобы дождаться последнего удачного ровно. Разыгрыша в пользу нашей команды. Олег Стойновский. Писковать, конечно, не будет. Здорово. Здорово, аккуратно сейчас не торопиться. По-другому нельзя здесь было сыграть. Можно было в сетку влететь. А что здесь? Честно говоря, уже тяжеловатые слова подбирать. Потому что такое ощущение, что сам находишься на площадке и последние силы отдаешь. Александр Самойлов. 18-18. Равный счет. Игорь Величко в атаке. Его закрывает. Янис Медиш. Ну тут, прямо скажем, ничего хитрого у нас не получилось. Просто откровенный удар в ход, который, конечно, соперник закрыт. Еще одна атака. Вот возможность для Латвии. И нет, отскок был в поле. Нет, неужели в аут? Неужели в аут? Аут показывают арбитры, причем синхронно все. И в самой концовочке. Вот так на финишном отрезке наши выступают сами. Четыре матч Бола не забили. 20-18. Браво. Стойновский Величко. Браво. Великолепное выступление в полу-финале. Великолепные шансы на финал. Но более опытная команда из Латвии побеждает. У него, кстати, тоже сегодня очень много болельщиков. Поздравим их. Здесь на трибунах. Самой Лосовец Меддинша поддерживает. Ну вот мы сейчас наблюдаем, как болельщики благодарят российских парней. Это дорогого стоит. Ну что же, впереди у нас еще два полу-финала. Один мужской, один женский. Обязательно, обязательно будем за ними следить. Пока небольшая пауза. Это все нужно пережить. Что приводит к выигрышу. Звезды в команде.